И огромное отдельное спасибо всем, кто участвовал в организации, от Координационного центра и от Центра глобальной IT-кооперации, от всех уважаемых партнеров. Также этот форум стал уже важной традицией Национального российского форума ООН по управлению интернетом. И наша сегодняшняя тема неразрывно связана с сопряжением нашей национальной повестки, с глобальными нарративами, с тем, что происходит сейчас в мире. И поэтому нам сегодня повезло собрать такой представительный состав тех людей, которые в разных сферах государства, общества, бизнеса, собственно, участвуют в форуме ООН по управлению интернетом, защищают позиции и с нами сегодня поделятся теми взглядами, которые у них есть на нашу сегодняшнюю тематику. Тематика очень простая. Как интернет, как глобальный феномен может сосуществовать с цифровым суверенитетом? Как текущие тренды, происходящие не только в России, но и в ряде других стран, могут быть сопряжены с другими глобальными попытками по упорядочиванию интернета и созданию глобального цифрового договора. Сегодня о нем тоже поговорим. Продолжая серию дискуссий в рамках круглых столов, проведенных центром IT-кооперации, вижу многих участвующих в зале, кто также участвовал там, что отдельно приятно. Позвольте представить сегодняшних спикеров. Это, собственно, известный вам Андрей Воробьев, директор кондиционного центра доменов РУРФ. Это Вадим Глушенко, директор центра глобальной IT-кооперации. Это Вячеслав Ерохин, заместитель начальника отдела международно-правовой защиты интересов России Научно-исследовательского института «Радио». Ольга Макарова, директор департамента интернет и канальных ресурсов ПАО МТС. Алексей Ефремов, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий университета имени Кутафина. И Борис Васильев, советник департамента международной информационной безопасности МИД России. Прошу поприветствовать уважаемых спикеров аплодисментами. На этой позитивной ноте, да, меня зовут Роман Чуков, я также представляю центру глобальной IT-кооперации и некоторое количество времени уже участвовал в разных качествах, в том числе от имени России, в форуме «Он по правильным интернетом» в его консультативной группе. Поэтому попробуем смодерировать сегодняшнюю дискуссию и сделать ее максимально нескучной. Также по консенсусу со всеми уважаемыми спикерами, большую часть времени мы хотим уделить именно вопросам от уважаемой публики. Поэтому постараемся все выступления в рамках 5-7 минут уложить, чтобы у нас было время. Собственно, не откладываем первый вопрос к Андрею Воробьеву. Какими последствиями, как вы считаете, чревата фрагментация глобального интернета именно для российского технологического сообщества и непосредственно для Рунета? Спасибо за вопрос. Я начну с того, что на самом деле фрагментация – это конец того интернета, к которому мы привыкли. То есть когда сеть глобально распадется на разные части, это уже будет не интернет, это уже будет что-то совершенно другое. Притом вполне возможно, что это сможет существовать само по себе. И может быть даже какие-то плюсы определенные будут, особенно с точки зрения второй части вопроса, именно суверенитета. То есть в каждой части будет свой суверенитет, который возможно будет проще, что называется, выпистывать. Но все сегодня техническое сообщество и академическое, и игроки интернет-рынка и общественность, все заявляют, что фрагментация – это не тот путь, по которому нам надо идти. И стараются сделать все возможное, чтобы как раз по этому пути не пойти, понимая ценность единой сети интернет и, собственно говоря, тех преимуществ, которые она дает как раз всем заинтересованным сторонам. И сегодня заинтересованными сторонами использования интернет-технологий и глобальной сети являются практически все население и все участники бизнес-процессов. Государство, кстати, одной из наиболее заинтересованных сторон, учитывая, с какой скоростью происходила информатизация предоставления государственных услуг, особенно связанной с пандемией, это ускорение процесса информатизации предоставления госуслуг было заметно. Конечно, в этой связи, то есть мы хоть и говорим, что не хочется фрагментации, но довольно неприятные звоночки периодически звучат. Вот один из последних, это, например, внесение в санкционный список самого Координационного центра, в санкционный список Украины пока, говорю про него, Украины, президент Украины, и, соответственно, еще одно ведомство подписали соответствующие документы, и Координационный центр туда попал, и два крупнейших российских регистратора доменов, Руцентр, Регру, старейшие и крупнейшие тоже в него вошли. Ну, в принципе, понятно, что сейчас с Украиной не так много связей, и другое дело, что один из пунктов вот этих указов, он предполагает, что на этот список будут ориентироваться западные организации, когда будут принимать решения расширения пакетов своих санкций. И, конечно, это неприятно, и как раз это первый путь к фрагментации. Более того, несмотря на то, что даже были исключены те ограничения, которые на банковскую сферу наложены, связанные с финансовыми, с транзакциями, мы сегодня видим, с какими огромными сложностями столкнулись как регистратуры доменов, и не только национальных, но и доменов общего пользования, созданных по программе NewGTLD ICAN, так и регистраторы таких доменов, которые должны отчислять платежи в ICAN, а финансовые институты, скажем так, не просто пробуксовывают, иногда уже не позволяют это делать, по крайней мере, так, как это делалось до введения санкций. Ну, разве это не путь к фрагментации, с другой стороны? Хотя заявляется совершенно противоположное. Ну, и таких примеров очень и очень много. Понятно, что, наверное, не стоит панически бояться чего-то такого. Переживем, наверное, и это, если это случится. По крайней мере, технологически мы к этому готовы. Но, еще раз повторяю, никто на это не настроен. И вот это участие в глобальном процессе, собственно говоря, большой вклад, который мы планируем внести в тему глобального цифрового договора, это как раз признак нашего активного участия в международном процессе построения единой и развития единой сети интернет. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Собственно, хотел спросить дальше Вадима Глушенко о том, как современный геополитический разлом сказывается на непосредственном управлении интернетом, какие есть текущие тренды, и, собственно, может быть, вы нам также расскажете про глобальный цифровый договор. Да, добрый день еще раз. Спасибо, Роман. Коллеги, я позволю себе напомнить буквально в нескольких словах о том, что такое глобальный цифровой договор, что это за процесс, и почему он для нас небезынтересен, скажем так. Итак, это инициатива генерального секретаря ООН Гутереша, с которой он выступил в докладе «Наша общая повестка дня» в сентябре 2021 года. Заключается она в том, чтобы создать некие разделяемые всеми принципами открытого, свободного и безопасного цифрового будущего. Так звучит заявленная цель этого глобального цифрового договора. В нем пока что намечено несколько основных направлений. Это присоединение всех глобальной сети, прежде всего школ, преодоление форментации интернета, предоставление пользователям возможности использовать свои данные по собственному усмотрению, то есть в том числе до получения каких-то компенсаций за использование собственных данных, соблюдение прав человека в онлайновой среде в равной степени, как и в оффлайне, и, что немаловажно, введение критериев ответственности за распространение недостоверной информации и дискриминацию в сети. То есть такая мера по повышению доверия к глобальной сети. Кроме того, предполагается, что глобальный цифровой договор должен придать импульс о регулировании технологий искусственного интеллекта в мире. Собственно, процесс начался в 2021 году, и 30 апреля наступает срок подачи предложений от экспертного сообщества из всех стран мира. Пока что речь идет именно об экспертном сообществе, не о государстве, хотя государства тоже могут участвовать в этом процессе. Как мы видим, на настоящий момент подано порядка 270 предложений по разным тематикам. Если говорить о разбивке по темам, то приблизительно она одинаковая. То есть около 40-38 предложений по каждой из тематик. Что характерно, если в начале процесса вопросов фрагментации интернета лидировал, то сейчас на эту тему подано всего лишь 19 предложений. То есть чисто мое мнение, по моим наблюдениям, я тоже участвую в работе многосторонней консультативной группы при IGF. И при формулировании повестки дня следующего форума, который состоится в Киото в октябре этого года, обратил внимание на то, что тематика фрагментации интернета вошла в самый последний момент в список тем. То есть вывод такой, что либо у экспертного сообщества меньше интерес к этой теме, что есть более актуальные, более приоритетные вопросы, либо подходы к фрагментации интернета настолько разнятся, что очень трудно выйти на какое-то общее понимание этой темы. Что касается участия России в работе над глобальным цифровым договором. Полгода пронеслись, собственно, как один день. Мы на прошлом российском форуме по управлению интернетом заявили, что возьмем на себя эту не очень благодарную ношу и попробуем собрать мнение заинтересованных российских организаций с тем, чтобы как-то их обобщить и направить на площадку, платформу сбора мнений в офисе посланника ООН по вопросам технологий. Очень многие организации откликнулись, и есть даже те, которые приняли реально активное участие, и им наша огромная благодарность. Это координационный центр, это ОНО-диалог, это Институт развития интернета, это Роскачество, и многие другие, кого забыл, прошу прощения. Большое спасибо за вклад и за интересные предложения. Что же интересует наших экспертов? Вот Ленар на предыдущей сессии выступал и рассказал об идее устойчивого цифрового диалога. Действительно, эта идея родилась у нас именно в процессе подготовки предложений в глобальный цифровой договор, и, возможно, на наш взгляд, это абсолютно перспективная история, найдет эта идея отклик у тех стран, которые придерживаются схожей с нами позиции. То есть у очень многих стран глобального юга есть запрос на подобного рода идею. Именно поэтому мы планируем включить ее, эту идею, в наше окончательное предложение сводное. Кроме того, есть интересный аспект – это многоязычие в интернете, которое тоже совпадает с общим мировым трендом. Ведь даже на форуме по управлению интернетом в Одиссабебе Юран Марби сказал, что сейчас большинство ресурсов в интернете англоязычные, 80% на английском языке. Однако в мире английским языком пользуются только 20%. И следующий вызов для интернета – это то, чтобы доступ к нему имели все, вне зависимости от того, на каком языке ты говоришь, какой культуре ты принадлежишь и какие кодовые слова используешь. Ну, в общем, благая цель, ее мы тоже обозначили в наших предложениях. Кроме того, в разделе по правам человека мы предлагаем закрепить несколько основных прав, которые касаются цифры. Это и право на свободу выражения в цифровой среде, право на участие в цифровой экономике, право на защиту частной жизни и так далее. Собственно говоря, дедлайн приближается, еще осталось немножко времени. Если у кого-то есть интерес и желание принять участие в этом процессе, мы с удовольствием проконсультируем, поможем, как оформить этот вклад, ну и можем двигаться дальше совместными усилиями. Спасибо большое. Спасибо большое. Дальше хотел бы спросить Вячеслава, какой позиции придерживается Россия по набирающей обороту фрагментации глобального интернета, и стоит ли опасаться такого феномена, как балканизация? Добрый день, коллеги. Позиция Российской Федерации, я бы мог быть вообще абсолютно кратким, сказав, что позиция Российской Федерации, она перечислена в официальных наших документах, эти документы открыты, эти документы и позиция Российской Федерации не является секретом. Но давайте я не буду заставлять вас использовать преимущества интернета и доступ к многочисленным ресурсам. Я, во-первых, зачитаю буквально недавно принятую концепцию внешней политики Российской Федерации, в которой тоже говорится про IT-технологии и про интернет. Я зачитаю только один пункт. А их несколько. Кстати, тоже рекомендую прочитать весь документ. Обеспечение безопасного и стабильного функционирования и развития интернета на основе равноправного участия государств в управлении данной сетью и недопущения установления иностранного контроля над ее национальными сегментами. Это один из основных постулатов, хотя наша позиция охватывает достаточно много аспектов функционирования операционной деятельности. Экосистемы интернета. Что мы имеем на сегодняшний поясню, что кроется за этими словами и как это связано с фрагментацией. Прежде всего, небольшой экскурс в историю, очень кратенький экскурс в историю. Почему вопрос фрагментации возник именно сейчас? Сейчас все говорят фрагментация, фрагментация, фрагментация. На самом деле интернет был фрагментирован достаточно давно, или неправильно даже сказал, не был фрагментирован достаточно давно, интернет всегда был фрагментирован. А если говорить вообще о передаче данных, то, наверное, инженерный состав, инженерные специалисты вспомнят, что были и альтернативные протоколы передачи данных. Если же говорить про интернет, были разные типы, виды фрагментации, самая большая фрагментация, самый такой явный пример IPv4, IPv6, техническая фрагментация. Те, кто на заре интернета, когда я был помоложе и увлекался контентом, заходил на какие-то сайты иностранные и видел, что в вашей стране вы не можете прослушать эту музыку или просмотреть это видео, потому что на этой территории не предоставляются подобные услуги. Все это было связано с претензиями к пиратству, к правообладанию, но вся вот эта фрагментация, она была, скажем так, понятна, осмысленна и было ожидание ее счастливого конца. В конечном итоге IPv6 должен победить, сеть должна упроститься, два стека поддерживать не надо, мучиться не надо. Я вспоминаю тоже, как мы экспериментировали с первыми IPv6 устройствами, решены, должны быть проблемами пиратства, везде будет доступен любой контент и так далее и тому подобное. Это тоже примеры фрагментации, это тоже вещи, которые происходили в интернете. Однако фрагментации, фрагментации рознь. И почему сейчас стали говорить о фрагментации, почему важна свой экскурс в историю, приводя к сегодняшнему дню и к теме нашей сегодняшней дискуссии, почему мы говорим сейчас о фрагментации, потому что возникла регуляторная фрагментация. Регуляторная или политическая, как говорят на международных площадках, но тут надо понимать восприятие полиси в иностранном языке и политическое, так сказать, наше общеупотребимое слово. Регуляторная фрагментация возникла не вчера, но достигла серьезно. Вот, пожалуйста, пример регуляторной фрагментации приводил Андрей в настоящее время. И она связана с тем, что государство, долгое время не обращавшее внимание на интернет, да интернет был мал, юн, в общем-то был неким прибежищем академических кругов и гиков, стал, опять-таки, на международных площадках это называется паблик гудс, общественным благом. На него завязано слишком много государственные услуги, финансовые какие-то сервисы, все что угодно, медицинские, общение, культура и так далее, и тому подобное. Так вот, по мере роста национального регулирования интернета внезапно все осознали, что во множестве юридикций действуют часто противоречивые и достаточно строгие нормы к регулированию деятельности интернет-компаний. И проблема, и вызов данной регуляторной фрагментации по отношению к другим видам фрагментации заключается в том, что если мы в технической фрагментации надеемся и видим, что наиболее перспективные, наиболее правильные технологии в идеале победят, и это, так сказать, сходящаяся фрагментация, регуляторная фрагментация, скорее расходящийся процесс, ибо никакой гармонизации на международном уровне регуляторной деятельности национальных государств нет. И позиция Российской Федерации прежде всего заключается в том, и на международных площадках мы выступаем с призывами о начале, я не говорю даже о согласовании, я говорю о начале диалога, о возможной гармонизации национальных законодательств с целью преодолеть фрагментацию. Несомненно, национальные нормы, правила определяются и юридическими практиками, менталитетом, историей, традицией, всем чем угодно. Юристы, я не юрист, юристы знают одно право, другое, континентальное, английское какое-то и так далее, и тому подобное. Нельзя всех привести к одному знаменателю. Но гармонизировать это нужно, если мы хотим сохранить единый интернет. И еще раз говорю, Российская Федерация прежде всего выступает за диалог о том, чтобы этот процесс начался, а процесс не начнется пока, а мало того, чтобы выступала Российская Федерация с целью сохранения единства интернета, с целью, с призывами о начале диалога, ее поддерживают многие государства, и многие силы. Должен быть все-таки широкий консенсус, который сейчас не наблюдается. Но мы работаем в этом направлении, и это одно направление. Второе, я не специально прочитал, в каком направлении мы хотим, чтобы продвигался этот диалог. Мы хотим, чтобы этот диалог Российская Федерация считает правильным создание равноправной демократической системы, а не монопольной, как сложилась сейчас по факту системы управления интернетом. И гармонизация создания подобной системы, она будет работать на преодоление этой фрагментации. Касательно балканизации, нужно ли ее бояться? Ну, да, нужно, потому что страх – это естественная защитная реакция любого живого организма. Только этот страх должен воплощаться не в какие-то панические настроения, размахивание руками и так далее и тому подобное, а в конструктивную работу. И такая работа у нас ведется, и совершенно правильно мы делаем, что создаем свою резервную ДНС-систему, создаем средства и механизмы, которые противодействуют тем рискам, как я уже сказал, сложившейся исторически, но и архаичной, и не отвечающей вызовом нового времени модели управления интернетом. Не очень коротко у меня получилось, но я старался. Надеюсь, я осветил. Да. Спасибо слушателю и коллеге. Вячеслав, вас можно слушать часами и так же, как на наших круглых столах до этого. Собственно, я думаю, что у аудитории точно будут вопросы, и мы их зададим, когда все спикеры завершат свои выступления. Вопрос к Ольге. Да, можно мне мою презентацию и кликер? Просим коллег включить презентацию и передаю кликер. Соответственно, Ольга, вопрос следующий. Поскольку одним из пунктов глобального цифрового договора является недопущение фрагментации, мы будем признательны, если нам расскажете про взгляд бизнеса, крупного бизнеса в России, технологичного, именно на эту тему. Да. Почему мы говорим о фрагментации, представленной на слайде, что интересно, что термин фрагментации у нас не определен. Нет четкого, единого, всеми разделения его понятия, что такое фрагментация. Сейчас, наверное, поэтому, если отвечать на вопрос кратко, то бизнес пока не понимает, что это такое. Рабочая группа при IGF была создана в 2022 году. Это рабочая группа по фрагментации. Результирующий документ по результатам IGF 2022 представлен на экране, вернее, выводы из этого результирующего документа. Даны три типа фрагментации, данной цели ясней пока не становится. Идем дальше. Абсолютно верно, что интернет состоит из фрагментированных сетей или систем, поверх которых натягиваются сервисы, которые создают единую среду. Парадокс фрагментации заключается в том, что фрагментация рассматривает интернет как единое, ранее существовавшее целое. Ну, здесь я пропущу эту модель интернета, которая, собственно, показывает нам, где какой уровень. Дальше. Фрагментация имеет кучу понятий. Консолидация, балканизация, сплит интернет и так далее. А вот это вот, посмотрите, пожалуйста, это самая точная и самая рациональная модель балканизации. Сделана в 97-м году. Почему самая точная? Потому что используют математические формулы. Математические формулы самый точный механизм, который дает нам прогнозировать. Поэтому, в принципе, я бы, конечно, рекомендовала подумать над математической моделью фрагментации. В 2016 году по заказу Всемирного экономического форума делается обзор по фрагментации, где пытаются сделать и систематизировать, и классифицировать как-то фрагментацию. Одним из авторов обзора является Виндсерф. Обзор – это научно-исследовательская работа. Отмечая сложности фрагментации, авторы задаются вопросом, а где граница между фрагментированным и нефрагментированным интернетом? И предлагают следующее. Давайте рассматривать инварианты, которые были предложены ISOC или основные принципы открытого интернета в качестве той границы, переход которого приводит к фрагментации интернета. Все хорошо, но инварианты, но к сожалению, фрагментации у нас вариативны, и более того, фрагментация может быть положительной. Самый токсичный вид фрагментации, ну, в работе это указывается создание альтернативной системы адресации и имен в интернет, на самом деле это потеря уникальности адресного пространства. И в 2022 году мы с риском этой фрагментации, этого самого токсичного вида фрагментации столкнулись в полный рост, когда определенные официальные лица направили в ICANN и RIPE требование лишить Россию адресного пространства и удалить упоминания обо всех доменных имен, которые использует Россия, доменных зонах, прошу прощения, из корневого каталога. Были подготовлены ответы, ответы совершенно аргументированы, был подготовлен отказ. Вот здесь надо сказать, что в это время ITU отказалась или уволила всех руководителей, которые были в рабочих группах, это вот одно и то же время, которые работали в рабочих группах ITU, которые возглавляли рабочие группы ITU по национальному, извините меня, признаку. В 2022 году появляется еще одна работа, это работа европейских коллег и в работе 2016 года в обзоре и в обзоре 2022 года выделяются технические, коммерческие и политические риски фрагментации. Чуть-чуть скажу про IPv4 и IPv6. Мы имеем возможность работать по IPv6, но мы не можем работать в одиночку, нам нужны партнеры. К сожалению, партнеры у нас пока в основном зарубежные. Нам очень тяжело, то есть мы все время поднимаем тему с нашими российскими коллегами о том, что надо переходить на IPv6, но, увы, пока не получается. И в отчете 2022 года дано четкое, так сказать, понятие системы национального государства, отсюда вытекает, скажем так, мега цель. Это обеспечить государством суверенизацию и в то же время не фрагментировать интернет. Вопрос о том, может ли бизнес усилить или помочь суверенизации государств. Может, пример Google. Пример Google, пример того, как Google продвигает свой протокол Quick, который, как некоторые эксперты считают, может заменить TCP. Это пример консолидации интернета, что является частным случаем фрагментации, но он имеет положительный эффект на пользовательский опыт, на борьбу с окостенением интернет. Поэтому вот такая получается вещь. Google, продвигая и грамотно работая с организациями по стандартизации, укрепляет не только суверенитет государства, в котором он зарегистрирован, но и свой суверенитет, как, извините, меня цифровой империи, что, в общем-то, правильно. Второй пример. Второй пример Китай. Долгий путь Китая в организации по стандартизации, который был от полного непризнания до полного принятия представлен на слайде. Результаты мы, собственно, все видим, результаты Китай становится второй сверхдержавой. И как антипример, это пример Европы. Европа, сделавшая GDPR, очень сильно GDPR-ом увлеклась, очень сильно увлеклась то, что называется маркетингом бюрократии. К сожалению, есть работа двух наших русских научных работников из Ростовского университета и Донского университета, которые говорят о том, что, в общем-то, принятие GDPR-а это был первый шаг к аргументации. Это вот то, о чем говорили. Далее. Ну, ДНС, который строит Европа, нас не очень, скажем так, волнует, но с помощью этого ДНС Европа собирается бороться с нелегальным контентом, вытирая записи о тех доменных именах тех ресурсов, распространение которых запрещено будет на территории Европы, что опасно, это что, вернее, что вызывает особые опасения, да, и особое обсуждение, Digital Service Act, который тоже требует от операторов авторитетных серверов убирать неугодные доменные имена, и очень шла долгая дискуссия, а будет ли это распространяться на операторов корневой зоны или нет, ну, в конечном итоге пришли к вопросу, что вроде как нет, но для нас это достаточно серьезный звонок, почему, потому что если то, что не удалось сделать украинским официальным лицам, может пройти через Европу, как вы нарушаете вот этот закон, и следующий закон, это закон о критической инфраструктуре, который тоже имеет экстерриториальное отделение, и под него фактически попадают 10 из 12 корневых серверов, корневые серверы обслуживаются сейчас на безвозмездной основе, это все утяжеляет соответственно структуру, и непонятно, как это дальше будет работать, сейчас тоже идет достаточно активное обсуждение. Четыре варианта, которые предлагают исследователи европейские рассмотреть в Европе к подходам фрагментации, и соответственно, здесь мы тоже можем изучить, посмотреть, ну и наше предложение это все-таки привлекать больше технических специалистов, специалистов в фундаментальных науках к оценке фрагментации. Нужны не ощущения, наверное, нужна точная модель, которая бы позволила прогнозировать, а что будет в том или ином случае, и принимать более взвешенные и уравновешенные решения. Спасибо за внимание, у меня все, я извиняюсь, если задержала. Спасибо. Я думаю, что тоже у нас еще вопросы будут. Собственно, Алексей, к вам вопрос следующего характера, мы также просим презентацию вывести на экран, и к Алексею вопрос, не приведет ли укрепление технологического цифрового суверенитета России в дальнейшей фрагментации, или наоборот, нужны какие-то дополнительные меры по приземлению иностранных цифровых платформ, сервисов для укрепления цифрового суверенитета в России. Добрый день, уважаемые коллеги, большая честь сегодня выступать на нашем замечательном форуме, благодарю организаторов, обычно был в качестве слушателя, и вот как бы в этом году такая честь оказаться среди вас. После уважаемых коллег, особенно после Ольги, достаточно сложно что-то новое сказать про фрагментацию, но я становлюсь больше на вопросах суверенитета. И немножко, честно скажу, по хулиганю, то есть то, что вы видите дальше будет немножко вызовет, возможно, смех, но тем не менее я это сделал сознательно и, соответственно, объясню, почему, отвечая, соответственно, на первый заданный романом вопрос. Собственно, мы очень часто и в названиях форумов, и сегодня многократно, то есть термин суверенитет, но он уже на белоскоме. Он у нас был информационным, стал цифровым, теперь технологическим, собственно, да, а на самом деле правильно ли мы используем данные понятия и, соответственно, достигнем ли мы его, если мы будем заниматься исключительно технологиями. Об этом я позже сегодня расскажу. Кстати, очень хорошо, прямо вот в тему выступления была как-то дискуссия, которая состоялась между Александром Хинштейном Сергеем Богатаренко на пленарке, что один сказал, что у нас все хорошо, технологическое лидерство, а другой говорит, нет, стоп, стоп, стоп. Ну, это все прекрасно слышали. Так вот, суверенитет, он не может быть цифровым, информационным, технологическим и так далее. Суверенитет может быть только государственным, да, это юридическое свойство или политика правового свойства государства как регулятора общественных отношений, но это я тут кусок своей диссертации докторской на слайд вывел, да, если как бы интересно вот это длинное научное определение можно читать, но суть именно в этом. И, соответственно, да, когда мы говорим о том, что технологический суверенитет цифровой информационный, ну, условно говоря, начинаем сводить вместе там красное и теплое там, да, и так далее, то есть разнопорядковое явление. И если мы рассматриваем суверенитет именно как политика правового свойства государства как особого субъекта и регулятора отношений, то, соответственно, эти вопросы технологий, они становятся немножко с другой стороны. Они становятся вопросами уже гарантии обеспечения суверенитета наряду с экономическими, политическими, в том числе и правовыми. И вот эта взаимосвязь технологии суверенитета, да, она носит двойственный характер, потому что, как я уже сказал, с одной стороны, технологическое лидерство действительно поддерживает суверенитет, с другой стороны, добиться лидерства без соответствующего реализации функций государства и информационной функции по регулированию информационного пространства, киберпространства, соответственно, невозможно. И вот в чем проблема, да, на самом деле, о которой все говорят, но как-то вот глубоко и обходит. Посмотрите, это глобальный инновационный индекс прошлый год. На самом деле, действительно, о чем говорил Сергей на пленарке, у нас все хорошо. Посмотрите, мы в этой, в четвертом десятке по ИКТ, мы вообще в третьем, да, в человеческом капиталовоисследовании, во втором, ну, в третьем точнее, да. А посмотрите, что у нас с регуляторикой, вот о чем сегодня уже говорили коллеги. К сожалению, да, вот по регуляторике мы сразу оказываемся в конце первой сотни, а то и уходим во вторую. И вот здесь как раз и проблема, то есть, что на самом деле усилия для обеспечения технологического лидерства и суверенитета, они как раз не то, о чем мне сегодня спросил Роман. Бесполезно, а локализовывать платформы, честно вам скажу, я когда еще докторскую защищал два года назад, коллега, мой совет сказал, ребята, извините, а в чем смысл локализации данных, если технологии остаются у наших недружественных, теперь уже, официально недружественных, да, если тот же чат за пяти, который не наш, да, он собирает эгрегирию данных, какая разница, здесь сервер, вот тут вот у нас стоит, да, или он стоит в штате Калифорния, технологии-то не наши, алгоритмы не наши, и соответственно, то, что называется данные, но новая нефть, да, то есть весь эффект от обработки до данных, он тоже перестает быть нашим. И вот здесь, конечно, безусловно, большая задача, действительно, не только потому, чтобы регуляторика фрагментировала интернет, да, она, скорее всего, проблема будет не фрагментация, а именно в создании правых условий для обеспечения технологического лидерства. И здесь вот тоже, вот то, что я вам сказал, лебедь, рак и щука, наша, к сожалению, русская, российская постоянная метафора, посмотрите, буквально два элемента, стратегическое планирование нормотворчества. Мы с коллегами в Ранхекс в этом году проводим исследования по оценке результативности и эффективности стимулирования отрасли IT и, собственно, начали с того, что такое развитие. Смотрите, у нас есть научно-технологическое развитие, развитие отрасли IT и развитие электронной промышленности. За каждым стоит отдельное ведомство и, более того, эти определения даже на уровне понятийного аппарата никак друг другу не сориенируются, да, и, соответственно, делая какие-то хорошие вещи на уровне софта, и продвигая, в том числе, в дружественных странах, мы отстаем, да, достаточно серьезно по компонентной базе. У кого здесь у нас, поднимите руку, у кого телефон у нас тут с Авророй и вообще российский гаджет. Есть такие? Ну, да, о, отлично. Ну, вот, это уже прогресс, да. Сколько у нас там, 2% от ВВП сказали? Ну, вот примерно вот так вот оно и есть, да. И то же самое с нормотворчеством, да, то есть, вот обеспечить это будет очень сложно. Почему? Потому что у нас вот ключевые инструменты, вроде бы, тоже хорошие такие продвинутые, оценка регулирующего воздействия, громкая регуляторная гильотина. Я, кстати, один из авторов доклада ЦСР ВШ 2018 года, который разрабатывался в районе стратегии 1824 и стал основой для гильотины, член рабочей группы связи IT по регуляторной гильотине правительственной комиссии по административной реформе. Вот даже у РВС гильотины, вроде бы, все идет под МинЭКом и под аналитическим центром и здесь одно с другим не согласовано. Но не говоря уже о том, что у нас отдельно идут нормативные правоакты в рамках национальной программы цифровой экономики, минуя УРВ и гильотину, и отдельно у нас еще и нормативные дорожные карты национальной технологической инициативы. То есть, вот в этих условиях, при такой степени систематизации инструментов нормоточность и стратегического планирования, действительно, задача обеспечить именно суверенитет как правовое, политико-правовое свойство государства достаточно в этой связи сложно. И поэтому, наверное, сюда нужно направить усилия именно как раз для того, чтобы обеспечить технологическое лидерство, а не на то, о чем я сказал, о чем меня спросил Роман, не о том, чтобы заниматься дополнительными обременениями для иностранных цифровых платформ, как правильно сказал Ольга, для тех самых империй. Давайте свои империи создавать. Хороший ответил, да, у вас еще вопрос, я знаю, есть. Я считаю, что очень хорошо ответил. Слушайте, еще вас, как юрист, хотелось спросить про текущую международную практику, как в национальных юрисдикциях фрагментация влияет на принятие в софт-ло, да, и какие изменения регуляторные происходят сейчас с этими феноменами. Ну, на самом деле, спасибо за вопрос. Ольга уже практически все рассказала, и даже глубже, я просто постарался, как юрист, чуть-чуть это систематизировать, да, мы вот на слайде это отразил, то есть ключевая проблема это как раз то, что у нас идет развитие экстерриториального регулирования при отсутствии универсальных международных норм. И, соответственно, региональные международные организации, да, они как раз и фрагментируют интернет, и фрагментируют, если смотреть шире, в целом информационное или киберпространство мирового. GDPR самый яркий пример, дальше то, что у нас идет, соответственно, в DMA, в DSA, соответственно, все то же самое, да, то есть этот тренд, он достаточно серьезный, у нас есть, соответственно, другое полушарие, у нас есть Азия, да, соответственно, другие подходы, у нас есть полушарие Америка с своими подходами, соответственно, да, и вот это, на мой взгляд, наиболее ключевая проблема. Отсюда дальше можно краткий анализ инструментов провести, ключевые, здесь, безусловно, развивается антимонопольное регулирование. Вчера вот с коллегами высшей школы экономики на секции апрельской конференции обсуждали как раз антимонопольное регулирование в отношении цифровых платформ, и более того, коллеги рассказали, что в частности германский регулятор антимонопольный активно используется в полномочии даже не для антимонопольного регулирования, а для защиты персональных данных пользователя, да, и в том числе для защиты цифрового профиля. Это, соответственно, второе направление регулирования, обработки персональных данных цифровых профилей. Здесь опять Европа идет вперед, потому что именно в документах Евросоюза есть соответствующие определения и профилирования. Оно развивается, углубляется. А с другой стороны Конвенция сайта Европы обработки персональных данных здесь как раз пример того, как имеет тенденция, я бы сказал, универсализация вот этого международного правового документа, потому что не только сайты Европы, но и РАД государств Азии, прошу прощения, Латинской Америки и Африки тоже стали участниками этой конвенции. Россия, кстати, выйдя из Конвенции о правах человека и выйдя из сайта Европы как международной организации, все равно остаются участницы этой конвенции. А там есть институциональный орган, консультативный комитет, в который в частности входит от России заместитель руководителя Роскомнадзора Милоша Эдуардович Ватнер. То есть до сих пор можете зайти на сайте сайта Европы и это увидеть. Следующая проблема, это безусловно блокировки и регулирование содержания контента. То есть это следующее направление, как можно ограничить власть глобальных цифровых платформ, блокируя соответственно контент. Ну и безусловно цифровое налогообложение. То есть рубль, точнее валюта любая, это самое наверное то, чем можно ударить и соответственно остановить с одной стороны экспансию. Но здесь во всем нужен баланс интересов, очень разумный подход, потому что именно полностью согласно с чем сказал Ольга, нужны расчеты как в регуляторной политике в целом. Это у нас ключевая проблема, что у нас обязательные требования в сфере, в том числе в сфере связи IT вводятся без соответствующей оценки и сдержек на их исполнение. Здесь мы очень серьезно отстаем от наших недружественных оппонентов, где эти инструменты реализованы. И именно вот согласованное использование этих инструментов, на мой взгляд, позволит как раз остановить экспансию глобальных цифровых платформ. С другой стороны, укрепить соответственно национальный цифровой, ну я оставлю этот термин, цифровой технологический суверенитет. И в целом дальше, да, по мере того, как ну будет нескольких сильных игроков, да, соответственно, дальше они начнут договариваться. Неизбежный тренд международного права. Так было всегда в остальных отраслях. И когда мы как раз выйдем на то самое согласование, о котором чуть ранее говорил Варьерий. Спасибо большое коллеге. Прошу прощения, если съел много времени. Спасибо. Вопрос Борису, представителю МИД России. Какие, на ваш взгляд, существуют внешние угрозы целостности глобальной сети интернет? Спасибо, Роман. Я начну вот с небольшого отступления. Сегодня с утра на пленарной сессии прозвучала такая метафора про рубильник. Вот. И про то, что государство, экспертное сообщество, они, скажем так, долгое время стояли не то, чтобы по разные стороны баррикад, но не понимали друг друга. Я действительно это тоже в какой-то степени на себе ощущал, когда выступал на каких-то круглых столах. И это можно понять, потому что когда мы каждый день используем интернет и оплачиваем различные покупки, заказываем что-то. Мы исходим из того, что интернет был, есть и будет всегда. Но, скажем так, государство, стоя на внешнем рубеже, анализируя информацию из-за океана, в том числе, считывая буквально каждое слово, каждое высказывание политических деятелей, оно было более алармистским. И то, что вот сегодня с утра прозвучало, что, скажем так, понимание появилось, но если не появилось, то точки зрения сблизились. Но я, с вашего позволения, сделаю шаг в сторону, еще более, скажем так, глубокий алармистский жанр и дам некоторые оценки. Роман, отвечая на ваш вопрос, видим только одну угрозу целостности интернета, это США и их сторонники. Ситуация на международной арене меняется динамически. Мы наблюдаем различные одиозные высказывания со стороны Запада, которые противоречат нашим интересам. Зачастую просто идут в разрез со здравым смыслом. Мы вынуждены говорить это прямо, потому что сегодня на конференции схожая атмосфера. Все говорят про наличие некой внешней угрозы, не называя ее. Я готов ее назвать. Это США. Наблюдаем попытки навязывания всему миру порядка, основанного на правилах, а не на международном праве. На прошлой неделе завершился так называемый саммит за демократию, где США сделали ряд громких заявлений в контексте интернета, где фактически подтвердили настрой на конфронтацию с любым независимым государством, который не готов следовать в русле политики Вашингтона. Такие страны огульно названы автократиями, которым якобы нужно противодействовать в областях интернет-цензуры и информационно-коммуникационных технологий. Указанные тезисы, надо четко тоже опять-таки сказать, идут в русле приняты еще в апреле прошлого года декларации о будущем интернета, который сейчас активно продвигает США и вызывает туда как можно больше сторонников, но помимо конкретно прозападных стран туда пока никто не присоединился. По сути, Вашингтон на словах ратует за свободный интернет, везде это продвигает, доказывает, но сам же проводит разделительные линии. В его понимании, проамериканские демократии имеют право пользоваться всеми благами всемирной сети, а самостоятельные стороны должны быть ограничены. Тем самым американцы на деле добиваются фрагментации всемирной сети именно в политическом понимании этого слова, потому что именно они начали использовать это понятие в политике, подавали любые попытки, скажем так, ограничить какой-то контент, ввести какое-то национальное регулирование, как попытку государства фрагментировать интернет. Через эти политические лозунги выводили на то, что так делать нельзя, это интернет разрушит и так далее. Но в этом плане очень иронично звучат продвигаемые США, так называемые идеалы в области интернета, которым автоматически следуют в их понимании демократические страны. Это свобода распространения информации и защита неприкосновенности личности. Что касается интернет-цензуры, мне кажется, что американцам следовало бы начать с себя. Прежде всего, обязать компании наподобие Мета и Гугл прекратить массовую блокировку пользователей на контрольных информресурсах, отказаться от практики тихих банов, скрытия от аудитории невыгодных США с идеологической точки зрения интернет-страниц, перестать навязывать в соцсетях политически ангажированный контент. До маразма доходят, то есть открывают пользователь YouTube, вбивают какой-то поисковый запрос, и ему выходит целая страница с информацией о том, насколько наше государство неправильно себя ведет в конкретном контексте. Иными словами, американцам нужно не действовать в нарушении общепризнанных норм международного права. Что касается неприкосновенности личности, защиты перс-данных, не соблюдается эта установка в условиях тотальной онлайн-слежки, которую осуществляют американские спецслужбы. Вспомните разболочение Сноудена, о котором все говорили, но почему-то забыли. Сейчас все говорят о массовом применении американцами шпионских программ Pegasus и Graphite. Это фактически использование шпионского ПО, то есть взлом устройств конкретных пользователей, совершаемое государством. Таким образом, Вашингтон, на наш взгляд, не намерен следовать собственным принципам, когда дело касается именно его самого, но будет продолжать автоматически причислять к нарушителям те государства, которые не готовы ему подчиняться. Судя по частоте американских политических заявлений на этот счет, в последнее время ситуация будет только усугубляться. Поэтому когда мы говорим о том, что интернет у нас есть, интернет будет, ну нужно иметь в виду и негативные сценарии. Мы ничего не говорим, но видим, что политическая риторика, она только усиливается и она расходится по сути с ранними заявлениями о том, что Байден в свое время заявил не так давно, что России нужно предоставлять интернет, что с этим никто не спорит. Но одновременно на саммите за демократию тоже на высоком политическом уровне появляются заявления о том, что фактически нужно бороться с контентом, который исходит в том числе из нашей страны. Спасибо. Спасибо большое. Борис, но все-таки какие меры вы считаете нужно принимать по дипломатической линии, международным уровнем для того, чтобы эту ситуацию как-то переломить. Давайте исходить из того, что опять-таки вынужден опять вспомнить про этот рубильник, про эту метафору. Управление интернетом продолжает оставаться в юрисдикции США. Корпорация ICAN, несмотря на все такие внешние преобразования, они даже стали некой международной организацией, до сих пор является американским юридическим лицом, то есть она не имеет международной правосубъектности. Фактически правительство США может контролировать ICAN, как оно захочет. И оставлять в руках Вашингтона рычаги управления над всемирной сетью, на наш взгляд, недопустимо, особенно с учетом того, что было сказано мной ранее. К нему, к Вашингтону, уже ни у кого нет никакого доверия, как честному регулятору, каким он себя позиционирует. Да и интернет уже стал достоянием всего человечества. Экономика всего мира зависит от интернета. Нельзя говорить о том, что это некая какая-то национальная технология, и нужно все оставить в каком-то сегменте корпоративного регулирования, при том понимании, что это корпоративное регулирование, это фикция. Все равно правительство США имеет все возможности влиять на решение ICAN, в то время как государство другие не могут. Они выполняют только консультативную функцию. Поэтому на внешнеполитическом контуре важно сосредоточиться на формировании независимой прозрачной модели управления всемирной сетью под эгидой ООН с равноправным участием государств в принятии решений. При этом важно не забывать, что страна суверенная в регулировании своего информационного пространства. Это понимание находит отражение в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года. В статье 19 данного документа четко указывается, что свобода выражения мнений может быть ограничена государством по ряду критериев. Единственное условие – это принятие национального закона. Кстати, интересный момент США, когда ограничивают какую-то информацию, когда речь идет о компаниях, когда речь идет о YouTube, когда речь идет о мета, то никаких законов нет. Самое главное. То есть они сразу же отсылают все к неким корпоративным правилам, к правилам пользования этим сетям. И это противоречит пакту. Если покопаться, то оказывается, что США в принципе приняли этот пакт с оговорками, чтобы не быть связанными этой статьей. И выходит, что это просто лишнее доказательство того, что США фактически нигде не хочет себя ограничивать никакими нормами, никакого международного права. Только некие правила, которые они сами вырабатывают, только деление государства на тех, кто лоялен, кто не лоялен. Вот только эта логика работает на самом деле. Я бы не согласился, что только Россия активно добивается каких-то изменений. Ну, наверное, добиваемся только мы, пытаемся, по крайней мере, добиваться. Вот. Но вот поучаствовав в форме по управлению интернетом в Адис-Абебе, я увидел, что с аналогичными подходами выступают и многие развивающиеся страны. Они видят, что тунисская программа 2005 года, всемирные встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, она не выполняется. Ведь там сказано, что государства должны, там было принято консенсусное решение, что государства должны, их роль в управлении интернетом должна расти. Но этого не происходит. Тут уже сколько лет прошло? Практически 20 лет. Идут обсуждения, и это не нравится большинству государств мира. Поэтому будем на профильных площадках вместе с нашими единомышленниками добиваться изменения ситуации с опорой на наших дорогих экспертов. информационные исследования и в последствие обсуждения over the world. Итоги и скучно. При Адис-Абебе, поэтому, если автомобиль механизмы, вы получите неверно и приведите... И так как правило, которые блядятся на наших группах, которые сумедшедшие средства, в котором вы использовались интересными, защитные проблемы, они будут любые и действия, они не могут нравятся показатели, которые, как правило, они не могут ожидать, что они могут говорить о подписах. Надо послушать, что в июне будут говорить на площадке ICANN, когда форум пройдет непосредственно в Вашингтоне. Это так, небольшой автоп. Уважаемые коллеги, спасибо всем за выступление. У нас остается достаточно много времени на вопросы, поэтому приглашаю уважаемых участников форума поднимать руки. И вот уже вижу первую руку. Просьба представляться для того, чтобы и спикерам, и слушателям было понятно, кто Вы. Пожалуйста, не больше одной минуты вопросы или комментарии. И с уважением, относимся ко всем участникам форума. Во-первых, я должен сказать, что, к сожалению, я не говорю по-русски. Я буду задавать вопрос на английском, хорошо? Спасибо большое. Мне было очень полезно. Да, меня зовут Раму Асули. Я представитель крупнейшего ИКТ-холдинга Ирана в России. И очень рада с возможностью поучаствовать в этом форуме. Вот эта дискуссия, которая сегодня ведется в России, проходила в Иране, наверное, 4-5 лет назад, когда мы говорили о фрагментации иранской сети. Я думаю, что Вам, наверное, было полезно изучить опыт Ирана, поскольку мы уже прошли 4-3 года назад этот путь. И в настоящее время в Иране нет нейтральной сети. Есть иранская локальная сеть и есть международная сеть. И, безусловно, у такого положения вещей есть плюсы и минусы. Вы уже упоминали ICANN, санкции и так далее. Моя компания пострадала, поскольку несколько компаний, входящих в наш холдинг, попали под санкции. Не были приведены какие-то конкретные причины. Говорилось только о том, что наша компания помогает Иранскому правительству все больше ограничивать доступность к интернету. На самом деле это нет, поскольку мы являемся поставщиком интернет-услуг. То есть, как я уже говорил, в этой ситуации есть плюсы и минусы. Здорово, что Вы вообще обсуждаете этот вопрос, но для того, чтобы регулировать весь этот процесс, опираясь на иранский опыт, фрагментация сети – это довольно опасная ситуация. Вы знаете, что в Иране 3-4 месяца тлятся протесты, и мы сейчас сталкиваемся с ситуациями, когда правительство отключает интернет, поскольку у правительства есть все инструменты для отключения интернета, и наши АСП, и провайдеры, и операторы, они сталкиваются с финансовыми потерями. Почему? Потому что нет регулирования соответствующего, не было законов, необходимых в тот момент, когда правительство перешло к такой политике, к такой тактике. И Вы знаете, что, и, может быть, я не должна об этом говорить, но да, такое происходит. Есть люди, которые могут отдать такой приказ. Вопрос национальной безопасности, мы перекрываем сеть, просто перекрываем сеть, и все, и без каких-либо дополнительных объяснений. И я видел своими глазами, поскольку я в отрасли довольно давно, сколько молодых людей, разработчиков, молодых талантливых специалистов уехало из Ирана, как раз из-за того, что нет возможности развиваться в стране, из-за того, что в любой момент интернет может быть перекрыт по вопросу национальной безопасности. Я думаю, что людям нужно рассказывать не только о плюсах, но и о минусах этой ситуации. Спасибо большое еще раз за Вашу дискуссию интересную. Приведенный опыт, как я понимаю, был скорее для референса, но, возможно, у кого-то из спикеров есть желание ответить, как-то отреагировать, прокомментировать. Можно я прокомментирую? Коллеги, здесь очень интересный момент. Суверенитет в виртуальном мире – это определяется не выстраиванием границ, а скорее охватом аудитории. Почему Google усиливает суверенитет? Да потому что у него есть протоколы, у него есть сервисы, у него есть то, чем пользуются во всем мире. Стоит ли нам из-за этого Google блокировать, наказывать или еще что-то делать? Нет, нам нужно подходить действительно взвешенно очень к регулированию. Почему? Потому что Google-то строил свои протоколы не на пустом месте. Был TCP, был, соответственно, HTTP, были куча протоколов, на которых Google делал постепенно надстройки. Нужно сейчас, видимо, брать то, что есть лучшее, и над этим надстраивать свое и продвигать это дальше. Ну и, собственно говоря, вот пример Китая тоже, Huawei тоже не на пустом месте образовался. Он идеи брал, понятно, у американской компании Cisco, как мы все знаем. Спасибо. А, сейчас, извиняюсь, до того вопроса есть еще один ответ. Продолжая и полностью поддерживая то, о чем сказала Ольга, действительно, у России есть же на самом деле сфера, где мы можем осуществить реальный прорыв. Мы вот с коллегами МГУА пару месяцев назад смотрели разработку предварительной национальной стандарты по квантовым коммуникациям, которую наш 164-й комитет разработал. Я просто, ну как юрист, стал сравнивать с тем, что сделал ICO, на каких стадиях технического разработки именно стадии стандарта там и какие документы. Но мы ушли гораздо дальше вперед, на самом деле, и по квантовым учреждениям, и по квантовым коммуникациям. У нас есть шанс сейчас, утвердив национальный уровень, экстраполировав хотя бы на уровень ЕС и наших остальных дружественных коллег, тем самым задать целое направление, которое будет прорывным действительно в 21 веке. То есть полностью соглашусь с Ольгой. То есть именно действительно надо не столько ограничениями заниматься, сколько прорывами обеспечивать тем самым технологическое лидерство. Спасибо. Спасибо большое, Александр Исаевна, Свободный Московский университет. Я тоже активно принимаю участие в процессах международного интернет-гайва. У нас был вместе с коллегами из МИДа в Эфиопии, правда его не было видно на сессиях, но ничего страшного. Я хочу обратить внимание панелистов и, может быть, задать вопрос в развитии того, что сказал иранский коллега. Потому что вы не различаете суверенитет государства, объединение людей, граждан и так далее, и репрессивных режимов, которые, возможно, начинают преследовать молодых людей, которые вынуждены выжать. И, к сожалению, вот здесь и возникает история. Очень хочется поблагодарить коллегу из МИДа, который говорит про это. Потому что репрессивные, не государства пытаются что-то ограничивать в интернете, а репрессивные режимы. Посмотрите, ограничивается контент. В Российской Федерации с 2012 года Роскомнадзором, а потом появляются средства многочисленные слежки. Вы же говорили, что Вашингтон следит за... Пожалуйста, у нас есть СОРМ, Яровая, суверенный интернет. Тоже слежка за гражданами Российской Федерации. Что у нас еще есть из интересного такого? Что другие репрессивные режимы, украинские, американские, даже иранские, пытаются заимствовать? Надо говорить о том, что... Точнее, не надо говорить о том, что суверенитет государства, а фрагментация идет со стороны государства. Фрагментация идет со стороны репрессивных режимов. Режимы США в том числе, ведь коллега из МИДа меня не опровергнет сейчас. Поэтому, может быть, стоит бороться не с тем, кто выставляет цифровую фрагментацию, а с теми режимами, которые на нее влияют, с теми корпорациями. Фейсбук, Гугл или МТС. Мы же помним объединенную пиринговую группу еще в начале 2000-х годов. Это фрагментация, которую в российский интернет привносили российские компании, еще до того, как об этом говорили регуляторы. Ну и, естественно, вот с той плохой гармонизацией законодательства, о том, что мы говорим, что каждая страна заводит себе странное регулирование профессиональных данных, каждая страна заводит себе блокировки. У нас в Европейском Союзе есть, Украина совсем недавно тоже себя вела. Ну, режим украинский, конечно же. Может быть, стоит с другой стороны заходить, говорить о том, как бороться с этим. Спасибо за вопрос. У меня только один вопрос был. Вот Александр задал, говорит, что позаимствовали у нас другие режимы. Ответ-то у тебя не прозвучал. Или ты у нас спрашиваешь, что позаимствовали. Я не в курсе. Я спрашиваю, что может быть, как бы бороться не с фрагментацией, а с режимами? Можно я отвечу. Тут смешано все просто в одну кучу. Коммерческие интересы, государственные интересы. Я взял пример с вашей презентации. Давайте, ну, так они там отдельно выделены, да? Давайте разбираться. Первое. Что позаимствовала у нас Европа? Создание собственного DNS. Я отвечаю. DNS-64. Значит, service... ДСА, digital service tech, прошу прощения, да? Блокировка контента через DNS. Почитайте работу. Там очень хорошо все написано, на которую я ссылаюсь. Это на вопрос, что позаимствовала Европа, которая, как, наверное, вы считаете, не репрессивный режим. Ну, хорошо. Теперь, что касается пиринговой группы. Значит, опять же, если вы видели мою презентацию, то в коммерческих рисках указано, собственно говоря, такой риск, как изменение условий в договорах о присоединении. У нас есть операторы Tier 1. Они все разные. Те, которые ни у кого интернет не покупают, они все разные по своему объему. И между Tier 1 идет достаточно ожесточенная сейчас борьба. Если мы имеем уровень Tier 2, который благодаря пиринговой политике мы в настоящий момент имеем, мы в определенной степени от этого защищены. Это я могу сказать абсолютно точно. Борьба идет на разных фронтах. И если, опять же, говорить о нерепрессивном, прошу прощения, режиме Европы, то вместе с созданием европейского DNS выносился еще так называемый инфраструктурный акт, в котором предлагалось брать деньги за развитие 5G-сетей с контент-сервис-провайдеров. Пока не принят, но будет принят. Да, еще посмотрите на то, как Европейская ассоциация операторов связи в 2015 году выходила с предложениями, нерепрессивный режим, заметьте, вести расчеты в интернете так, как в телефонии. Вот и все. Тут еще можно вспомнить французское законодательство национальное за уголовную ответственность, за потребление пиратского контента, который только недавно под мощным давлением общества государство отменило. Можно я тоже, пожалуйста, Борис? С кем бороться-то мы должны тогда? Попробую немножко с политической стороны зайти. Во-первых, выражение «режим», который условно пытается ограничить своих граждан, это какая-то абстракция. Если мы посмотрим на все это с формальной точки зрения международного права, то основополагающие права человека закреплены в соответствующей декларации, и на декларацию был наложен международный договор, юридически обязательный. Это как раз международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. И в соответствии с 19-й статьей этого документа, по-моему, пункт 3, некоторые ограничения на права и свободы граждан можно налагать при определенных условиях. То есть там причислены условия, это безопасность государства, правоохранительная ситуация, это защита других права граждан. И есть одно условие, не критерие, а условие. То есть для того, чтобы это ограничение работало, нужно принимать национальный закон. Насколько я знаю, я, к сожалению, не являюсь ни закнотворцем, ни представителем Роскомнадзора, но насколько я знаю, как диванный эксперт, что все ограничения информации на распространение информации на территории России, которые когда-либо вводились, они вводились в закон. То есть таким образом мы с точки зрения международного пакта действуем не то, чтобы не нарушая его, мы действуем во благо защиты прав граждан. Соответственно, можно считать как раз нарушающим международное право, нарушающие права человека действия, действия вопреки этому пакту. Ну и немножко ударясь в философию, да простят меня юристы за такое немножко вольное понимание ситуации, как мне кажется, вот сама вся тема прав человека, она неверно трактуется. И роль государства в регулировании прав человека, она тоже трактуется неверно. Государство не хочет вас всячески ограничить, у него нет такой цели и задачи. Ну могу привести совсем уж такой, скажем так, пример яркий. Представим себе человека, которому дали абсолютную свободу делать все, что он хочет. Человек пойдет и из пистолета застрелит другого человека. То будет ли эта ситуация существовать в реальности? Нет, конечно. Потому что, опять-таки, если посмотреть на это с формальной точки зрения, то это нарушение основополагающего права на жизнь другого человека. То есть, почему я привел эту яркую ситуацию? Потому что надо понимать, что права человека, они прежде всего ограничены правами других людей. И задача государства не вводить ограничения, а проводить баланс между правами одних и правами других. И при необходимости его корректировать. И вот если вы назовете любой вид контента, который, скажем так, запрещен на территории Российской Федерации, то по каждому из них можно найти определенное нарушение прав других людей, которое будет еще серьезным. Все эти ограничения, они оправданы. Вот это что касается ситуации у нас. Что касается ситуации на Западе, ну, там в этом плане дикий лес и дикий Запад. Поэтому мне сложно даже это комментировать, но они игнорируют международное право. Спасибо. Можно тоже. За юристов Борису отвечу. Алексей, у нас Вячеслав все хотел ответить. Да, потому что я совершенно соглашусь с Ольгой о том, что Александр, конечно, в своем выступлении много всего намешал, но зато это дало возможность каждому из нас сделать комментарии. Эти комментарии, я надеюсь, не безинтересны присутствующим. Я остановлюсь на одном высказании, на одном постулате о том, что не государство фрагментирует интернет, а некие авторитарные, репрессивные государства фрагментируют режимы. Да, режимы фрагментируют интернет. Здесь уже коллеги, я не буду это повторять, сказали, что ограничение контента, ограничение противоправной информации в том ключе, в каком она понимается в законодательстве каждого из государств, существует и в Европе, которую, я так понимаю, Александр ни в коем случае не относит к авторитарным государствам. Хотя, если вспомнить Каталонию, референдум, когда гвардия врывалась в ЦОДы, физически выключала сервера. Вообще-то по уголовному преследованию подверглись руководители регистратуры домена .кат каталонского. Но это один уровень регулирования на национальном. Я тоже не буду из себя строить социолога, культуролога, человека, который понимает, что такое экстремистский, противоправный контент. Я международник и скажу про другое. На одном моменте остановлюсь. Не какие-то отдельные государства фрагментируют интернет. Еще раз подчеркну основную мысль своего выступления. В целом в мире идет процесс национального регулирования. И что очень важно, я забыл об этом сказать, но вот хорошо, что я сейчас скажу. В национальном законодательстве внедряются экстерриториальные нормы. Вот это без гармонизации, без некой надстройки, в котором это обсуждается, приводит к тому, что великолепный Евросоюз, самый демократический демократ внедряет GDPR, с которым самая демократическая организация, находящаяся в Соединенных Штатах, ICANN, четвертый год пытается привести свои политики в соответствии с ним. Потрачены миллионы долларов. 900 тысяч долларов в первый шаг был потрачен только на юристов, чтобы американские юристы рассказали, а что же такое вообще GDPR и как же надо под него подстроиться. Ну и ж не знаю, к какой категории относит Александр Евросоюз. Дальше система ХУИЗ разрушена полностью в том виде, в каком она должна функционировать. ICANN самоустранился, заявив, что сейчас, ну извините, я в детали, но эти детали показывают, как работает система. Декларации, общие слова, вот Евросоюз, вот GDPR. Была система, в результате распределенной базы данных вы могли получить информацию о том, кто является владельцем домена. Сейчас в соответствии с законодательством Евросоюза и законодательством, кстати, и с нашим 152-м законом и с другими, это раскрывать персональные данные физических лиц нельзя. Позвольте уж мне в деталях объяснить. Нельзя. Таким образом, вроде бы ICANN взялся на то, чтобы построить систему, которая преодолеет и так далее. Это выродилось лишь только в то, что теперь заявки будут собираться в ICANN и отправляться тому регистратору, где зарегистрирован этот домен. И уже регистратор по своему желанию и своей доброй воле может выдавать или не выдавать информацию. Таким образом, одно региональное содружество государств, назовем Евросоюз таким образом, разрушило мировую систему, входящую в критические ресурсы интернета. Вот почему в моем выступлении прозвучало, что сегодняшняя модель архаична, не отвечает современным требованиям и так далее и тому подобное. И в заключении один риторический вопрос и одно пожелание. Александр, правительство Маврикия вы считаете каким? Вопрос риторический. К чему я задал, те, кто может быть знает, а кто не знает, пожалуйста, изучите вопрос конфликта вокруг региональной интернет-регистратуры Африки, Африника, блокировки его счетов и, собственно говоря, к счастью, там ему помогли деньгами, а так бы национальная юрисдикция оставила без IP-адресов всю Африку. Это к вопросу о том, кто фрагментирует интернет. Спасибо. Алексей, вы еще хотели добавить? Ну, на самом деле, уже мало что можно догадать после такого замечательного выступления Вячеслава и Бориса. Я продолжу, как юрист обещал ответить Борису. Ведь на самом деле, когда мы говорим в том числе о суверенитете, мы должны думать о том, что суверенитет – это в том числе свобода для собственного регулирования на уровне базовых категорий. И полностью соглашусь с Борисом о том, что понимание тех же прав человека, оно очень серьезно изменилось. Почему мы из того же Сайта Европы давно уже собирались выходить, по сути, сначала введя механизм кондиционной юстиции, контроля за исполнением решений и так далее. Потому что суть прав, под которыми мы подписались в 1996 году, когда вступили в Совет, и суть прав в интерпретации Европейского суда по правам человека в нулевые, десятые и так далее, изменилась до полной противоположности. То же самое с категориями репрессивных режимов и так далее. Понимаете, нам эти вещи через политический дискурс навязываются, как и тот же самый порядок, основанный на правилах. И логика в том, что все остальные должны в этой парадигме, в этом дискурсе, через эти технологии, через эти категории мыслей. И, соответственно, меняя суть вещей, сохраняя форму, очень легко управлять. И обеспечение цифрового суверенитета, это в том числе и в том, чтобы вот такие базовые категории, они не меняли свое сущностное содержание. Спасибо. Коллеги, участники УКВ, есть вопросы? Пожалуйста. Басков Антон. Вот мы говорим про риски разобщенности. И вот сам термин интернет, он подразумевает то, что у нас есть некоторая разобщенность, то есть это взаимодействующие сети, которые каким-то образом координируются. И мы вот говорим о каком-то риске при этом разобщенности. Может быть, имеет смысл проговорить про какие-то возможности для объединения, про создание каких-то точек доверия, каких-то координационных организаций, которые будут обеспечивать обобщенность интернета на большем пространстве, нежели чем наша страна, в частности. Вот несколько другой подход применить. Ну так было же, Антон, мне кажется, так же и было. И интернет строился среди, если не стопроцентного, то очень высокого доверия. Сегодня доверие, очевидно, подорвано. И более того, оно подорвано не только в связи с геополитическими процессами, но даже на уровне организаций, которые как раз и были теми самыми точками доверия, и вырабатывали правила, тоже внутри, мы уже на протяжении последних многих лет, ну, ICANN, RIPE, например, ITU, мы видим, какие дискуссии идут, которые, в общем, в пустоту очень часто приводят и не позволяют оперативно принимать решения, которые бы там отвечали на силенные вызовы. Ну, бюрократия, такая вот большая бюрократия, в которую они превратились, она действительно мешала выполнять им уже ту задачу, которая перед ним была поставлена. Вопрос же в том, что нужно сохранить какое-то базовое, да, вот как ядро интернета, о чем мы говорили еще, ну, все мы, я имею в виду, все интернет-сообщество говорило, там, помнишь, парижский призыв Макрона, да, про сохранение ответственного подхода государств, к тому, чтобы технология сохранялась, а вот дальше, как этой технологией пользоваться, наверное, действительно может быть и вот раздел какой-то проведен, и разные юрисдикции национальные могут по-разному этой технологией пользоваться, ее регулировать. Это да, тут я соглашусь, но базовое ядро интернета, это, на мой взгляд, конечно, все про это и говорят, мне кажется, глобальный цифровой договор, это как раз про это, чтобы сохранить глобальный интернет. Спасибо большое. Так вот, неочевидно наличие рук, как раз и тайминг у нас подходит. Может быть, тогда буквально в нескольких словах каждый уважаемый спикер подытожит сегодняшнюю дискуссию, что, на ваш взгляд, мы сегодня вынесли из тематики, как глобальный интернет и цифровой суверенитет могут сосуществовать, особенно в российских условиях и текущей геополитической обстановке. Андрей Маштинский. Я, наверное, коротко, да, то есть Оля прям вселила мне мысль о том, что действительно надо думать над тем, что же такое фрагментация. Собственно, Антон про это же сейчас и задал вопрос, на самом деле. Это вот все продолжение одной дискуссии. Немножко удивлен такой резкой позицией МИДа. Мне кажется, что дипломатия, хочется помягче ее, чтобы она была на международных, в тех организациях, которые как раз изначально были построены в такой доверительной среде, их может напугать. Было много, мне кажется, даже такая риторика. Но для этого и, наверное, существует наш форум, эта площадка, которая как раз собирает всех экспертов и позволяет потом в конце прийти к итоговому документу. Я уверен, что мы его напишем. Тем более у нас такие эксперты в Центре глобальной этикооперации этим занимаются. Что мы, в общем-то, внутри себя должны прийти к консенсусу и дальше с этим консенсусом уже работать на региональных и международных площадках. Два момента. Максим Горький говорил, учиться у всех не подражать никому. Ну, собственно, это не только его фраза, многие гуманисты об этом говорили. Я к тому, что у нас, у России свой путь. Да, и выстроить взаимовыгодные отношения между цифровым суверенитетом и глобальным интернетом, на мой взгляд, совершенно возможно. И второй, как говорится, пункт. Я не участвовал в дискуссии оживленной, которую Александр поднял. Ну, вот мне кажется, что с точки зрения здравого смысла всегда можно договориться. Но только в том случае, когда обе стороны хотят этого. То есть, когда обе стороны договороспособны. Не надо ни с кем конфликтовать, просто надо пытаться договариваться. Спасибо. Коллеги, я постарался немножко привнести какую-то информацию, какое-то видение и веяние с международных площадок, чтобы было понятно, за что мы выступаем, как работаем. Не совсем понятно, я работал в индустрии до этого, что там делают люди, где-то там заседают в каких-то организациях. Вроде бы результата нет. Чтобы был результат, я хотел бы вас призвать к более активному участию в работе международных организаций. Все международные организации привлекают экспертов, привлекают академическое сообщество, привлекают гражданское общество и так далее и тому подобное. Если вы посмотрите на просто статистику посещений сессии Айкена, РАИ ПНСС, очень малое количество сессий, участников, даже не высказывающихся, а просто слушающих, из нашего региона, а наш регион, там, понятно, Российская Федерация, это огромная, огромная, огромная часть этого региона. И у нас огромный IT, доменный рынок и так далее и тому подобное. Не нужно посвящать этому всю свою жизнь, не нужно сильно на это отвлекаться, но профильные какие-то важные для вас сессии посещайте и высказывайте мнение. Нам это поможет, потому что голос российского сообщества, голос российской индустрии должен быть слышен не только через отдельных представителей государства, которые участвуют в работе этих организаций. Также присоединяюсь к призыву Вадима, не, еще не закрыт срок подачи вкладов в ГЦД, тоже пишите, каждая организация, каждое физическое лицо может в этом процессе поучаствовать. И поверьте, это нам поможет. Спасибо. Спасибо. Ольга. Коллеги, очень много эмоционального. Вот когда мы обсуждаем фрагментацию, я предлагаю все-таки перейти к рациональному. Я бы, как я говорил, конечно, хотела бы увидеть все-таки модели, которые дают результат с определенной вероятностью при наступлении таких-то событий. То есть модель фрагментации и что мы дальше с этим делаем. Если такие модели появятся, мне кажется, будет намного легче договариваться. В экономике такие модели были, по этим моделям можно было предсказать кризис, который у нас имел место быть в 98-м году. Если у нас будет какая-то модель безэмоциональная, без обвинения в том, какой режим там репрессивный, какой не репрессивный, все, собственно, государства одинаковые, и висфальскую систему никто ничем заменить не мог. Не смог, хотя идеи были. И современную систему международных взаимоотношений. Поэтому, мне кажется, немножко, может быть, нам действительно двинуться в область точных наук. Математики, соответственно, информационной безопасности, информационных технологий, искусственного интеллекта. Ну и социологии, как науки именно. Там уже инженерная социология, есть такое понятие экономики. Беспалитология, короче, вот, да? Да. Спасибо. Алексей? Я скажу только одно, что интернет действительно... Вот очень хорошо, что Ольга вспомнила сейчас про висфальскую систему, что интернет станет действительно глобальным, а не контролируемым одной страной, когда все остальные будут сильными, когда будет действительно обеспечен реальный государственный суверенитет в информационном пространстве. А продолжая то, о чем сказал Вячеслав, государственный суверенитет – это суверенитет граждан. Да, оно и сильное государство, оно основано действительно на сильной гражданской позиции граждан. И вот в этом, наверное, действительно наш путь. Спасибо. Спасибо. Борис. Я немножко по поводу жесткости позиции. Ну, тоже, коллеги, поймите, дипломатия – это искусство возможного. Если встречаются два субъекта, которые, скажем так, друг к другу относятся по равному, которые заинтересованы в договоренности, договоренность всегда будет достигнута любого рода. Просто оценки высказаны, они же тоже не высосаны из пальца. И они как раз говорят, свидетельствуют о том, что другая сторона, она ведет игру в одни ворота. Именно на этом и было построено выступление. А так, спасибо большое за участие в очень интересном форме. Очень много узнал, действительно. Сам задался вопросом, что же есть фрагментация. И спасибо. Спасибо, Борис, ждал этого ответа. А Роман, кстати, какие выводы для себя сделал? Тоже у нас всех спросил, а модератор-то. Да, здесь, честно говоря, хочется воздержаться от эмоциональных оценок. Действительно, мне очень понравилась идея Ольги про то, что было бы не лишним взглянуть на точные расчеты. И я хотел призвать всех активнее участвовать не просто в мероприятиях, но эту тему можно подавать в качестве своих собственных сессий и воркшопов в рамках предстоящего форума ОМП управления интернетом в Японии. До 16 мая, если не ошибаюсь, есть дедлайн подачи заявок. На проведение своих мероприятий intgovforum.org. Если кто не знает, это основной веб-адрес форума ОМП управления интернетом. Там можно подать свои заявки и на проведение сессий, и на стенды на форуме. Будет очень здорово, если кто-то зажжется этой темой и обратится к нам в Центр глобальной идентикооперации или в КЦ с предложением себя в качестве спикеров, экспертов, потому что мы сейчас в ближайший месяц как раз будем заниматься формированием предложений на проведение тематических сессий. Я думаю, что данная тема там точно получит свое развитие. Соответственно, будем рады также участию всех уважаемых сегодняшних спикеров, также спикеров из других дискуссий. Спасибо большое всем за участие. Мы слегка превысили тайминг, но, на мой взгляд, было живо и интересно. Надеюсь, что и нашим онлайн-зрителям, и нашим оффлайн-зрителям было так же не скучно, как и нам всем. Спасибо, до новых встреч! Продолжение следует...